Всем привет! Продолжим сегодня знакомиться с Дженкинсом. Перед продолжением хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый момент. Безусловно, как бы я ни старался, у меня опыт не может быть всеобъемлющим таким, и я все равно вижу более-менее с одной стороны все происходящее. Поэтому я вас очень прошу, читайте комментарии к моим каким-то таким занятиям, где я обучаю теоретические части. Например, в прошлое видео наше по Дженкинсу туда пришло очень много таких опытных, талантливых людей, которые обратили внимание на те нюансы, о которых я или не знал, или забыл упомянуть. В частности, например, я полностью забыл про фронт-разработку, про мобильную разработку, и действительно CircleCI, он прям действительно удобен для тестирования каких-нибудь там приложений, например, под iOS. Потому что на Linux это все сделать невозможно, а иметь отдельный Mac, который этим занимается, или какой-нибудь Hackintosh, это как бы не очень удобно. Под Android еще можно что-то наконцентрять, под iPhone достаточно неудобно. Ну и там вообще очень много ценных замечаний, в частности и про пайпы, и про модули, и про то, что есть в других CACD-системах, о которых я либо не упомянул, либо упомянул поверхностно. То есть действительно обращайте внимание на комментарии, там много-много полезного. Часто даже там задают какие-то важные вопросы, и я дополняю то, что я сказал. И следующий момент, так как у нас с вами все-таки неполноценная лаборатория, а мой дохлый мак, и мы не можем с вами так прям целиком, объемно подходить к вопросу, какие-то такие масштабные вещи я буду объяснять на слайдах. Таким образом у нас первая часть видео будет такая теоретическая, а вторая часть уже практическая, где мы будем это все делать в уменьшенных масштабах, а ваше уже дело потом это все пробовать и как-то увеличивать. Я добыл свой старый микрофон, будем надеяться, что звук у нас в этот раз будет получше. Итак, мы будем сегодня ставить Jenkins, и заодно сразу поговорим о том, что значит его Master Slave конфигурация. Значит, сам по себе Jenkins, он состоит из мастера. Мастер, по сути, это просто набор его XML конфигурации на жестком диске, и запущенный процесс на Java. Все написано на Java, и этот Java процесс, он слушает порт 8080 по умолчанию. Все это само собой конфигурится, как вам удобно, но суть в том, что есть, так скажем, серверная часть мастер, где-то все настройки веб-интерфейс, и есть агенты, которые, собственно, выполняют все действия. По умолчанию у нас с вами Jenkins, да и большинство CI-CD систем, они ставятся как бы на один сервак, и на этом серваке сразу же запускаются какие-то агенты. У Jenkins по умолчанию это два агента, можно сделать больше. При этом каждый агент может иметь несколько процессов. Опять же, в большинстве CI-CD систем сделаны точно так же. Значит, сам по себе агент это Java процесс, он контактирует с мастером, у нас об этом будет последний слайд, и этот процесс может, соответственно, запускать какие-то свои дочерние процессы. Количество агентов, или даже точнее количество вот этих вот параллельных процессов, которые могут выполняться, говорит о том, сколько сборок, деплоев и вообще каких-то действий в Jenkins'е мы можем делать одновременно. То есть, если по умолчанию мы ставим один Jenkins, который имеет с собой сразу два встроенных агента без всяких настроек, мы с вами можем запускать сразу параллельно две какие-то сборки. Соответственно, если у вас много разработчиков, много проектов, или, допустим, один коммит у вас вызывает сразу кучу действий, или, может быть, у вас сборка выполняется в параллельные потоки, чтобы что-то ускорить, вам нужно это количество агентов увеличивать. Но сборочные агенты не только для распараллеливания заданий, можно их использовать по-разному. Опять же, стратегий куча. Вы можете свои придумывать какие угодно, я такие основные опишу, с которыми я сталкивался. Значит, агенты по запросу. Это когда вы не хотите, чтобы у вас просто так простаивали агенты, простаивали ресурсы, вы можете, например, запускать агенты в докере. То есть, если у вас есть какой-то запрос на какую-то сборку, на какой-то тест, на деплой, на что угодно, у вас Jenkins просто запускает агента в докере, докер это все выполняет, и после этого завершается и умирает. Это один из примеров. Jenkins вообще весь может быть в докере. Мы сейчас не об этом говорим, потому что агенты могут запускаться в докере, отрабатывать, умирать и все. В Амазоне, например, мы запускаем отдельные инстансы с Jenkins-агентами. Если у нас есть, допустим, какой-то такой масштабная какая-то сборка, например, мы собираем какой-нибудь дикий докер-образ на 2 гига, и там нужно кучу всего провернуть, и под это надо, я не знаю, гигов там 16 оперативки и там, не знаю, 8 ядер, и мы не хотим, чтобы такая машина простаивала, мы просто создаем агент такой по запросу, и если у нас Jenkins хочет собрать что-то, что связано с таким агентом, у нас в Амазоне запускается виртуалка с этими параметрами, отрабатывает все эти задачи и умирает. Соответственно, у нас как бы родился, агент отработал и умер. Так можно делать в кучу облачных провайдеров, это тот же самый Azure, Microsoft, Google Cloud, где угодно. То есть это суть именно создания агентов по запросу, чтобы у вас ресурсы не простаивали. Часто очень используется Jenkins у нас для диплоев, и, например, у нас может быть отдельный агент на каждую среду. Как правило, опять же, у всех по-разному существует, допустим, у нас среда песочница, куда по умолчанию ставится все подряд, все, что собирается, и там каким-то образом тестируется. Затем у нас есть какая-нибудь стейджинговая среда, куда уже уходит релиз, какой-то готовый набор изменений, и этот релиз там тестится, и есть продакшн, куда этот релиз, допустим, попадает после тестирования на стейдже. Соответственно, каждый из агентов, вот указанных на картинке, имеет доступ, например, по SSH-ключу только в свою среду. Это удобно не только с точки зрения безопасности, разграничения полномочий, но и, например, если вы используете Ansible, и у вас есть инвентарь Ansible, то, допустим, верхний агент знает то, что у него в сэндбоксе машина, какая-нибудь сервер 1, это такой-то айпишник. А второй агент знает то, что для него машина с тем же самым сервером 1, это совершенно другой айпишник. И так далее для каждой среды, то есть вы можете бросать на эти агенты выполнение задач по такой единой унифицированной структуре, и этот агент на уровне себя, на уровне Ansible Inventory всегда знает, куда ему ходить в рамках своего вот этого окружения. Это еще один пример того, как можно использовать агенты. И есть, например, у нас различные варианты, когда у нас есть, допустим, какие-то совершенно критично разные среды сборки. Понятно, что мы можем на одну виртуалку установить там 15 версий Node.js и собирать разными версиями разные проекты, но, например, вы хотите что-то собирать исключительно на CentOS и тестировать что-то там на Ubuntu. Возможно, у вас есть какие-то разные среды, для которых вы это все создаете. Чаще всего это, конечно, мобильная разработка, но бывает и связано с бэкэндом. Где-то у вас Java, Oracle, где-то у вас OpenJDK, где-то вы хотите собирать и тестить там на Ubuntu 16, а что-то на Ubuntu 18 и так далее. То есть вы просто создаете виртуалки, даете Jenkins'у туда доступ по SSH, создаете ему там такого агента, и этот агент работает там. Суть в том, что, в принципе, у нас Jenkins связывает со своими агентами по SSH. Есть еще вариант, когда у нас Jenkins, ну, например, не имеет доступа к агентам, там, безопасности или еще что-нибудь. Тогда можно использовать Java Network Launching Protocol. Там у Jenkins'а своя какая-то библиотека, там агент ходит сам на мастер. SSH входит на мастер, запрашивает там какие-то действия, сам там с ним коммуницирует, что-то делает. Значит, разделяются билды, как-то распределяются по агентам на основе их меток. То есть каждый агент мы можем метить, можем говорить, что это сборочный агент, там, или этот агент, на котором установлен докер, или это какая-нибудь там мощная машина T3 Large в рамках Амазона. То есть мы просто на агента навешиваем какие-то метки, и потом в нашем пайпе мы указываем, что эту сборку можно выполнять на агентах с такими метками. Соответственно, чтобы деплой на Stage проходил через агента с меткой Stage, чтобы сборки докера происходили на тех агентах, на которых этот докер, собственно, есть, и мы это тоже узнаем из меток. Как-то так. Ну, а теперь самое простое. Установим наш Jenkins. Абсолютно одинаково он ставится там и на Ubuntu, и на CentOS. Нам просто нужен репозиторий, и в этом репозитории нам нужно найти Jenkins и его установить. Я прям сразу здесь напишу Jenkins Ubuntu. У меня здесь есть прям официальное, видите, вики Jenkins. Переходим в эту вики. Там у нас будут все необходимые команды, чтобы нам не заморачиваться. Говорит, что он устарел, этот мануал, ну, неважно. Он говорит то, что нам нужно с вами прежде всего иметь Java какую-то, Java, чтобы у нас была Java, мы с вами должны ее, собственно, установить. Поэтому сразу с вами пишем. У меня машина обновленная, я пишу apt install, ну, допустим, openjdk. Сейчас все с дурацкого Oracle у нас уходят на openjdk. Допустим, восьмую Java я поставлю, с ней должно работать. JDK. И вот он говорит, сколько у нас пакетов встанет для того, чтобы Java заработал. Я соглашаюсь, все, процесс пошел. И дальше мы смотрим, что он говорит, что инсталляция у нас состоит, собственно, из этих четырех команд. Я сейчас четыре команды скопирую себе, всего четыре команды, и буду вам их объяснять. Все, нам это больше не нужно. Итак, Java установилась, и у нас вот такая вот команда vget. Мы скачиваем в тихом режиме и сразу аутпутим с вот этого вот урла ключик. И командой apt-key добавляем этот ключ к систему. То есть просто добавляем ключ к систему, чтобы доверять репозиторию Jenkins. Дальше мы, собственно, этот репозиторий себе устанавливаем в систему. В CentOS шаги немножко другие, но суть та же самая. Мы просто с вами берем ключ, устанавливаем его, и затем добавляем инфу в репозитории. В Ubuntu у нас вот эти репозитории, вот этот вот файлик будет так называться, и в него мы вставляем, собственно, вот эту вот строчку. Работа с репозиторией мы с вами проходили. После этого мы пишем с вами, как обычно, apt-update, чтобы он обновил информацию о репозиториях, а именно об вот этом нашем новом репозитории с Jenkins, который мы только что добавили. Вот он, вот он, вот он, вот они там везде. И пишем apt-install Jenkins. Все, и после этого мы с вами можем точно так же Jenkins, допустим, обновлять периодически. То есть можно скачивать, конечно, пакет, этот пакет устанавливать, а можно просто писать apt-update Jenkins, и у нас Jenkins обновится. Jenkins установился. Видите, консоль нам больше не нужна. Переходим в браузер. В браузере я перехожу на 102.168. У меня это виртуалка сейчас, поэтому у меня Mac взлетает. На порт 80.80. Вы, само собой, когда это делаете где-то там в продакшене, можете спрятать, там, не знаю, забалансировщик, за прокси с HTTPS сертификатами и так далее. У нас с вами лабораторная среда. Мы переходим напрямую по вот такому вот некрасивому уру. Значит, что он нам говорит? То, что у нас с вами есть вот здесь вот пароль, который мы получили во время установки. Он просит его вставить. Возвращаемся в консоль. Просим посмотреть этот файл. Видим, вот у нас этот пароль. Возвращаемся в браузер. Вводим пароль, чтобы у нас кто угодно не перешел сейчас по этой ссылке и не настроил вместо нас. И вот мы здесь находимся. Не очень удобно это в маленьком окне показывать, конечно. Но я думаю, мы разберемся. Тут ничего особенного нет. Он предлагает нам выбрать плагины для установки. Можно самим вручную выбрать. То есть, можно выбрать те, что он предлагает по умолчанию. Я предлагаю выбрать те, что по умолчанию и не заморачиваться. Вот у него здесь куча различных плагинов, которые я там модулями называл. В общем-то, их тут много. Нам, например, вряд ли пригодится с вами плагин для SVN. Вряд ли пригодится плагин для LDAP и для отправки почты. Но, тем не менее, если он хочет, чтобы они были по умолчанию, пусть будут по умолчанию. Нам с вами самый важный плагин – это GitHub и Pipeline. Пайплайн для того, чтобы мы с вами могли, собственно, писать те самые конверы и сборки. И к нему различные виды – библиотеки, отображение вида и так далее. Git нам тоже очень нужен для того, чтобы обработать с Git. Опять же, вот он, SSH, может создавать слейвы, о которых я говорил, чтобы мы могли на следующих нескольких машинах создать для него агентов, например. Вот у нас, собственно, все установилось. Предлагает создать первого пользователя администратора. Здесь есть сразу внизу continue is admin. Давайте сделаем continue is admin. Он говорит, вот он наш URL. Мы можем всегда им пользоваться для того, чтобы использовать Jenkins. И вот можно сразу использовать Jenkins. Вот мы здесь. В принципе, мы сегодня больше делать ничего не будем. Я предлагаю вам только, наверное, в credentials зайти. Нет, это не credentials. И мне хочется админу сбросить пароль. У меня сейчас экран не очень удобное разрешение. Поэтому мне приходится здесь мучиться. Здесь все находится чуть ниже. Но у меня экран на маке маленький. Вот наш пароль админа. Давайте сделаем admin admin. Язык у меня, надеюсь, русский стоит. Admin admin. Все больше нам здесь ничего не нужно заморачиваться. Настройки не сохранять. Вот у нас Jenkins. Jenkins нам сразу здесь говорит о том, что у нас некоторые плагины не загрузились. И нам нужно перезагрузиться, попробовать и так далее. Мы не будем сейчас этим заморачиваться особенно. Но можем сказать, что да, обнови, перезагрузи и так далее. Суть в том, что у нас появился гуй. Мы в этот гуй смогли зайти. И нам этого на данном этапе достаточно. Итак, вот мы с вами поговорили о том, что есть мастер-слейв конфигурация. И вообще Jenkins создан для таких распределенных сборок, тестирований, диплоев, всего чего угодно. То есть джабы, он свои задания может выполнять на такой сети разных агентов, распределенных по облакам, виртуалкам, реальным машинам и так далее. Ну, после чего мы с вами просто добавили репозиторий Jenkins и его установили из пакетов. Тут делать вообще было нечего. Я рад, что вы это все посмотрели. На следующем занятии начнем уже выполнять какие-то конкретные действия с Jenkins. Продолжение следует...